Кстати, вот насчёт того, что это будет как в России, это как бы не шутка. Это на самом деле так. Так, в этом не цель Путина. В этом не цель Путина. Нет, секундочку. Мы зеркально делали то, что делается в России. Проект закона номер 1768 о внесении изменений в закон о следствиях массовой информации, который запрещает иностранным акционерам, юридическим и физическим лицам владеть украинскими средствами массовой информации, телеканалами, он практически зеркальным образом, мои коллеги, наверное, могут это показать, мы подготовили просто, практически зеркальным образом повторяет федеральный закон Российской Федерации о внесении изменений тоже в российский же закон о средствах массовой информации, который также запрещает иностранным юридическим и физическим лицам быть учредителями средствами массовой информации, а также владеть долей более 20%. И, правда, надо отдать должное российским законодателям. Они, по крайней мере, предусмотрели переходный период, то есть, условно говоря, дали год для того, чтобы российские средства массовой информации, которые находятся в руках у иностранцев, могли бы как-то эту проблему разрулить. Ну, а, грубо говоря, если говорить, предположим, об Интере, да, да, действительно, у Интера есть с момента основания 29% акций принадлежит российскому Первому каналу, раньше это было ОРТ. И, поверьте мне, господин Путин сейчас сидит, руки потирает и ждет того, как эта штука сработает, как мина замедленного действия. Потому что, ну, а как их заставить продать, уйти, выйти?